всем огромный привет в таком необычном формате начинаю снимать такое немножечко мотивационное видео потому что потому что я наконец-таки начала тренироваться потому что я наконец-таки начала больше гулять еще больше еще больше и на самом деле с момента как у меня появилась собака вон она кстати я действительно стала прям много гулять например сейчас мы зашли на тропу который был написан 9 километров мы правда куда-то повернули возможно это будет меньше но сейчас я два-три раза в неделю хожу в тренажерный зал тренируюсь у меня уже появились результаты а результат у меня появились почему потому что я тренируюсь и правильно питаюсь и не просто правильно питаюсь а питались по определенной схеме по определенному колоражу это не так сложно на самом деле как может показаться я думаю что даже по лицу немножечко видно что я схуднула но сейчас я вам покажу как было до буквально месяц назад а И как всё это сейчас выглядит на данный момент. Буквально сегодня утром снимала. Конечно, работы ещё много. Конечно же, для того, чтобы достичь шикарного результата, нужно как-то себя держать не на протяжении, например, двух-трёх-четырёх недель, да, а немножечко подольше. Я человек, который не может похвастаться супергенетикой, поэтому мне всю жизнь приходится держать себя в руках и очень от многого себя ограничивать. Это относится и к сладкому, от которого я уже давно-давно отвыкла. А всё почему? Потому что я понимаю, что толстею я очень-очень быстро, как и очень-очень многие из вас. Поэтому, запретив себе на определённое время сладкое, через месяц примерно я поняла, что оно мне как бы так и не надо. Поэтому очень часто сейчас для нас с мужем всё переслащено. Обычные конфеты, например, из магазина и тортики мы, в принципе, есть не можем. Ну, просто не можем, потому что они слишком приторно-сладкие. Так, сейчас передо мной развилка, и я буду решать, куда мне идти налево или направо. В общем, у нас шикарная погода, прошёл дождик, и мы с Джимочкой пошли гулять. Главное, что я вам хотела сказать в этом ролике. Ничего не бойтесь, начинайте. Потому что, когда вы только начинаете этим всем делом заниматься, улучшением себя, ну и так далее и тому подобное. Я не знаю, куда мне идти, пойду налево. Это, на самом деле, сложно. Сложно в первую очередь настроить себя. И вот ты просто понимаешь, начинаются отговорки, что, типа, кому это надо? Зачем я этим занялась? Нафиг я вообще? Да я и такая красивая. А потом начинаются проблемы со здоровьем, начинаются проблемы с психикой, начинаются проблемы с тем, что тебе нечего одеть, потому что всё сидит не так, как тебе хочется. В конце концов, я хочу, чтобы вы поняли, что я тоже не робот, и у меня в жизни тоже очень часто бывает такое, что мне лень, что мне не хочется, что я начинаю комары, что я начинаю тоже искать отговорки, что я начинаю себе говорить, что муж меня и такую любит. В итоге я понимаю, что для меня же самой намного комфортнее чувствовать себя летящей, красивой, худой, в конце концов. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. И знаете, что самое интересное? Когда я начала тренироваться, это вот буквально было пару-тройку недель назад, и я такая встаю с утра, и так не хочется, и ты думаешь, блин, ну может завтра пойти в зал, ну может быть завтра начать тренить. Но ты встаёшь, идёшь, чувствуешь этот подъём, потому что я пришла, когда начала тренироваться, у меня был очень большой перерыв, и я после первой тренировки, я не стала себя очень сильно нагружать, потому что это, ну, опасно, неприятно, и потом очень всё дико болит. Я не хотела, чтобы было так, поэтому я, ну, сделала тренировочку такую хорошую, но всё же не слишком сильно себя нагружала, хотя всё равно болело всё на следующий день. Ого-го! Джимуль, пойдём. Я пришла с первой тренировки и думаю, как мне хорошо, как мне легко и телом, то есть и просто даже морально, то есть я поняла, что всё, я потренировалась, время полдесятого, то есть я с полдевятого до полдесятого, где-то часам к десяти я приехала домой, и я поняла, что всё, как бы я свободна на весь... Я поняла, что я свободна на весь оставшийся день, это очень прикольно, когда ты понимаешь, что у тебя есть время для работы, для собаки, для семьи, и ты понимаешь, что ты потренила, ты молодец, а плюс тебе ещё надо идти с собакой гулять, плюс ещё делать свои какие-то дела, естественно, это тоже какая-то нагрузка, это очень прикольно. Я просто очень хочу, чтобы вы тоже это поняли, и чтобы вы тоже это прочувствовали, потому что я даже мужу сообщение написала, говорю, Саша, я потренировала, мне так хорошо. Я прошу прощения за то, что я болтаю тут головой, потому что здесь очень-очень много комаров. Вы не должны себя всегда во всём ограничивать, отпускайте себя на время, вот действительно, я, как бы я себя не чувствовала, да, и сколько бы мне люди не писали, типа, вот толстеешь-худеешь, толстеешь-худеешь, я всё равно никогда не захожу за грань, вот у меня есть определённая грань моего объёма, моего, так скажем, веса, и когда я за эту, ну, то есть за эту грань я никогда не заступаю. И когда я подхожу как раз-таки к этой самой грани, я такая, опа, типа, пора уже браться за себя. И на самом деле это такой лайфхак. Я вам очень советую поставить себе эту самую грань. И когда вы начинаете себя отпускать, пускай это, например, какой-то зимний период, там, осенний, весенний, любой, когда угодно, когда вы начинаете себя отпускать, просто знайте, что у вас есть вот эта граница. Джим купается! Джим, это болото же какое-то! Сейчас мы пойдём. Когда вы поймёте, что ваше тело может быть другим, как это сделать, как сделать своё тело другим, более красивым, более здоровым, более лёгким, более раскрепощённым во всех смыслах этого слова, вот тогда вам будет на самом деле гораздо проще. Вы уже будете знать, как вам правильно худеть, что воспринимает ваше тело, что не воспринимает, какие виды, так скажем, да, то есть я уже поняла, что если я ем на ночь, я пухлею, толстею сразу. То есть для меня идеально это, например, есть за 3-4 часа до сна. Я для себя поняла, что нет ничего лучше, чем тренажёрный зал, ни занятия дома, ни кардио-тренировки, хотя, например, в том году я очень любила бегать, то есть я бегала вообще, ну, постоянно, то есть практически каждый день. Я отводила ребёнка в садик, бежала на это же самое озеро, в этот же самый лес и бегала, и мне это очень нравилось. Такое большое количество рецептов, очень простых. Я вам скидываю всё время в видео на ютюбе и оставлю вам целый огромный плейлист, что можно приготовить, на какое число калорий. Вы можете всё это прекрасно рассчитывать для себя сами. Как рассчитать к бежу? Всего этого очень много на моём канале, на самом деле. Ну, а я, как человек мотивирующий, я мотивирую этим самым не только вас, в конце концов, но и себя. На самом деле я думала, что мы сейчас просто погуляем, как обычно, вокруг озера, это занимает буквально минут 25. Но Джим повёл меня в лес, а в лесу здесь у нас, по-моему, 5 километров. Есть 5, есть 9, но он там купается. Ну, вот как-то так. Я вас всех очень люблю, я очень надеюсь, что вы поняли, что это не так всё сложно. Самое главное начать и перетерпеть некое время. Ну, то есть это буквально пару недель для того, чтобы влиться в эту самую стезю, в эту самую жизнь, полную здоровья, красивого тела, отличных отношений. Потому что, когда ты занимаешься, тренируешься, конечно, ты бываешь в разных местах, общаешься с другими людьми. Попробуйте у себя в холодильнике держать только те продукты, которые вам можно есть. Это реально очень спасает. Потому что, как только в вашем холодильнике появляются колбаса, соседки и всякая вот эта вот требедень, ну, вы как бы волей-неволей, а думаете, ну, маленький кусачий, ну, малюсенький, ну, что будет, если я вас ем? А потом ещё раз так, ещё раз так, ещё раз так. И вот вам уже, пожалуйста, вы сидите и корите себя за то, что вы такая никчёмная, бесхребетная. Фу-фу. Вам нужны просто хорошие продукты. И они не обязательно должны быть очень дорогими. Так что давайте уже собираемся, берём себя в руки и начинаем. Я продолжаю, а те, кто не продолжает, те начинают. В общем, я вся мокрая от пота, дождя и от боязни, что я заблудилась, потому что я в этом месте была первый раз. В общем, в итоге мы всё-таки вышли на нужную тропу и увидели заветный пруд. Вот, ай, пипец, я реально испугалась. Вот, зато мы прошли довольно много. Мои часы показывают 7206 шагов, и у меня сегодня тренировки не было. Делаем выводы, что всё возможно, если захотеть, и если свернуть не туда. Почему нет? Это тоже как вариант. Ты доволен? Весь мокрый? А хотите ещё один лайфхак? Так, чтобы ещё больше потренировать верхнюю часть тела, вот эту 30-килограммовую собаку теперь нужно помыть. Я пошла этим заниматься. Вам советую ничего не бояться, начинать и не заканчивать. Поэтому всё, работаем вместе, работаем над собой, над своим телом, над своей жизнью, в конце концов, чтобы у нас у всех всё было хорошо. Потому что я вообще очень люблю, когда у всех всё хорошо. Не понимаю сейчас время такое, когда люди не радуются успехам других людей. Не знаю, я радуюсь. Так что делитесь своими успехами. Я искренне за вас порадуюсь и буду вас всегда поддерживать. Всех люблю, целую. До следующего видео. Пока-пока.